Всем привет! Отгадайте, что мы сейчас будем делать. В общем, для чего нужна вот эта отрядка? Потом дальше увидите. А вот это для чего? Ну, вы еще догадываетесь, но вы не знаете, кто сегодня у нас будет находиться в этой клетке, какого пассажира мы повезем в Витсенчайс. Проехали уже больше ста километров. Едем за пернатым пострадальцем. Дима Сергеевич на протяжении всей дороги звонки. То пострадавший пёс в Смоленске в Максе, то сейчас ищут собаку, то кошка там пострадала. В общем, день на разрыв. Пока мы едем за пострадавшим аистом, пятые точки у нас залипают уже, мы решили немножко их проверить. Проверить они проверить. Давай проверим. Проверять не надо точно. И пока они отлипают, мы решили провести урок ботаника. Для тех, кто не знает или еще только недавно кончил школу или только родился, бойтесь вот этого растения. Растение называется борщевик. В свое время Никита Хрущев его из далекой СШАшки загрузил сюда. Якобы удой молочка дают. Молочка-то стало больше, а молочко стало горше. Ну и вот эта гадость теперь благодаря Никите Хрущеву и другой истории поселилась в России. Вот если опасность этого цветка, его молодые корни даже, ну когда он только-только вот в таких бутонах появляется, его даже на пирожки пускали, умудрялись. А в конечном итоге, если ты вот это сейчас растение дотронешься и его сок на твою руку капнет, и солнечные лучи попадут на тело, ожог до четвертой степени. Так что, кто хочет проверить, милости просим. А у нас в юношеском лагере мальчик из такой трубки сделал плевательную трубку. А, он плюнул, и у него губы стали. Да, и он уехал лечиться. То есть девушкам, мечтающим раскачать себе желающим губы, ну то есть есть совет. Не надо. Думать в эту трубку, будут губы, как у рыбки. Вот. Ну, поехали? Поехали. Аист есть. А, вон там гнездо. Один остался, а второго нету. А то, а в прошлом году три было. Один отец пострадал, один останется соистенком, а другого придется забрать, так как взлететь он не может. Отвезем его в приют на реабилитацию. Если сможет летать, либо улетит сам, либо привезем обратно. Если не сможет невосстановительно, тогда будет жить с нашим аистом. Саня. Да. Сними вам птички снизу еще в гнезде живут. Да. Видишь, воробьев сколько. И воробьи там гнездо сделали. Воробьи, воробьи. Это общежитие. Он поел, да? А вот трудно сказать. Посмотри, что он. Это аистенок. Я думал, мы аиста заберем. Да, это аистенок. А это аистенок. Не, он просто молодой аист. Забираем? Да, забираем. Провода. Тут не угадать, что может быть. Ближний свет. Дальше вон Сычевка. Дальше вон Сычевка. Дальше вон Сычевка. Два часа ехали, да? Убедитесь. Упрощайтесь, сдувайте. Уже поздний вечер. Аист прибыл. Собаки встречают. Сейчас будем подселять нового жильца. Нашему уже давнишнему другу аисту. Вот к этому. Не, мы его сейчас подселять не будем, мы его утром подселять. Да, я думаю, что тоже утром. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот он. Я тебе сейчас помяукаю. Ну, хочет мяукать он что-то. Подожди, подожди, подожди. Это опилки. Не надо есть опилки. Он голодный, смотри-ка. Сейчас. Не, он не голодный. А что он опилки клюет? Просто. Попробовал что это? Ну, во всей видимости, крыло у него сломано. Я так думаю. Надо посмотреть рентген. Может быть, бандаж какой-то можно будет наложить. Подумаем завтра. Надо сперва рентген сделать. Ну, по всей видимости, раз в гнезде осталось с маленькими. Ну, а из второй остался, наверное, девочки. Хотя, сто процентов нету. Вот. Хотелось бы очень вернуть его назад. Там что, ну, как бы сказать, понятно, что пара разлучилась. Он тут забитый такой стоит. Типа, не ешьте меня, не ешьте. Ты когда вышел, он так немножко осваивается. Пускай осваивается. Может, пойди с чем-то. В общем, делаем рентген и расскажем. Они же по 800 грамм в день съедают. Вот четыре штучки лежит, чтоб с утра не было ни одной. Вот четыре штучки лежит, чтоб с утра восемь было. А на четыре штучки не было. Это там не было. Чтоб было. Восемь и не четыре. Всё. О дальнейших. Как хочешь, вот уже чтоб было. О дальнейших событиях расскажем. Всем спасибо за внимание. Ваши верницы и верность ТВ.